Столько дней Кого не мог понять Только друг Он и не мог забыть Так может быть Столько раз Он не попытался все сказать ей Как сейчас Никого не подпускай Никогда Слова Вода И нельзя согреть В своей душе Те кусочки льда Не зная боли Не зная слез Он шел за них неволе Ушибок этих роз Аэропорты И города Он наплывал Не зная Собирая В сердце лишь Кусочки льда В сердце лишь Кусочки льда Столько лет Он как белый мотыль Облетел на свет Чтобы обратно Возвращаться в пустоту Но только тот Кого не мог понять Только тот Он и не мог забыть Так может быть Я знаю боли Я знаю взросл Он шел за них неволе Ушибок этих роз Аэропорты Аэропорты И города Он проплывал Не зная Забирая В сердце Кусочки льда За горами Под сводами И звук Ну, кубlegt Кусочки льд Не видеться Не услышатся эти мольбы, Дикие слезы, как быть волей пустой. Не зная боли, не зная слез, Он шел за них неволе, Ушивав эти грозь. А это морды и города. Проплывал не зная, Собирая в сердце лишь кусочки льда. В сердце лишь кусочки льда. В сердце лишь кусочки льда. Девочки, это было настолько, настолько ошеломляюще, у меня нет слов. Я думаю, может кто-нибудь из жюри хочет что-нибудь сказать. Петр у нас изменился сильно. Вы знаете, я бы хотела сказать, потрясающие две красивые женщины. Это просто невозможно перенести, ни по каким эстетическим меркам, какие вы прекрасные, какой разной энергии, как это было круто. Друзья мои, давайте поаплодируем двум прекрасным участникам. Спасибо, Даша. А вы, собственно, здесь с какими судьбами-то? Здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Мне кажется, ты шоу перепутала. Подождите, а это не второй шоу фантастики? Да, фантастика в десятом павильоне. В десятом. Простите, пожалуйста, а я думаю, как усовершенно заслужена артистка России. Потрясающе. И сразу дуэт, ребята, извините. Заслуженная артистка России, Таня Мороз. Сидел, да. Я Петру передаю обратно это место. И микрофон тоже. И микрофон тоже. Дашенька, спасибо большое. Спасибо большое, Дашенька. Это было прекрасно. Юлия, у вас такой тембр, и у вас такая манера подачи, которая пробивает сразу на все самое лучшее, что есть во мне. Мне хочется плакать, мне хочется просить прощения, кого обидел. Мне хочется что-то сделать такое полезное для Родины. Юля, можешь тебе не заниматься больше? Для своих друзей, для близких. Потому что вы лучшее, что в моей жизни за год появилось. Вы мое потрясение. А я? Так где-то давно. А я? А нечего отдавать свои места. А я и не отдавал, я на секунду вышел. Юля, милая девочка, я вам желаю процветать. Малышка, вы пели... Мне 21... Малышка 21 года. Малышка. Ну, прелесть. Даже если бы сейчас была Селина Диона вместо вас, я бы все равно сердце свое отдала звезде. Она моя звезда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 1-0 в пользу звезды. А я вот голосую за они, потому что я считаю, что в вашем исполнении была невероятная какая-то ярость, такая энергия огненная, какая-то восточная такая, мне очень импонирующая. И мне кажется, это самый важный элемент для вообще того, что называется искусством. Ярость, чувство, страсть. Поэтому я голосую за вас. Спасибо большое. Сравнялись 1-1. Давайте Петра послушаем. Аня, ты прекрасна. Мне так понравилось, как ты пела. Молодец большой. Скажи, как много времени ты уделяешь вокалу каждый день? Ну, я не прям каждый день пою, но каждый раз, когда появляется возможность, я начинаю петь, писать песни. Я не только пою, но и пишу песни. Вау! А это очень круто. А можно такой взрослый вопрос тебе задать достаточно, сколько тебе 21 год. А скажи, для чего ты поешь? Потому что музыка, я через определенное время, пройдя через разные работы и сферы и ниши, поняла, что музыка это то, где я хочу остаться до конца своей жизни. И другое, все абсолютно другое для меня не важно. Скажи, пожалуйста, а что тебя заставляет писать музыку? Что ты чувствуешь? Меня заставляет писать музыку и эмоции людей, когда они прослушают мои песни или слышат, как я пою. Петя! Все правильно, Аня, ответила. Правильные ответы. Здесь дело не в правильных ответах, я хочу понять. Просто для меня, например, человек пишет музыку, когда он ее не может писать. Для тебя это эмоции людей, которые они испытывают, когда тебя слушают. Это нет никакой ошибки, ты мне очень нравишься. Но звезда для меня сегодня остается все-таки наша дорогая девочка. Елена. Надя, вам слово. Конечно, сложно выступать с профессионалом. У Юли, который, ну, фантастический голос, она красотка. Я уже сидела немножко, юбку поднимала выше, чтобы тоже как-то нога моя так посмотреть, сравнить, вообще такая же она красивая или нет. Но я что хотела сказать. Я хочу отметить один момент, что когда уже, ну, уже все мы поняли, да, наверное, ну, здесь не перепеть звезду. Они до последнего шла и в конце она взяла такие ноты. Вот за борьбу моя тебе звезда будет напоминать о том, что нужно идти до конца. Благодарю вас. Браво, великолепные слова. Спасибо, Надежда. Тем временем ситуация очень интересная. 2-2. Решающий момент. Денис. Денис. Да. Так зовут моего старшего родного брата. Юль, ну это же замечательно. И вы прекрасно. И то, что вы сделали с этой песней, это тоже шикарно. Спасибо вам огромное. Вы знаете, я с такими какими-то профессиональными вещами очень редко выступал. Но вот сейчас как раз приберег к «они» эти слова. Потому что в чем смысл спорта? Когда миллионы людей смотрят за тем, как люди играют в мяч или в шайбу, неважно, они на 90 или 60 минут, они забывают то, что происходит вокруг. Что у них дома, какие проблемы, там вокруг какие проблемы. Они вот концентрируются на том, что сейчас происходит. Это очень важный момент этот поймать. И мне кажется, вам это удалось, Аня. Потому что вы поймали на себе фокус тех людей, которые сейчас смотрят телевизор. И что немаловажно, я уверен, что не только мы здесь за судейским столом, но и там люди с другой стороны экрана, они тоже немного отвлеклись на эти две с половиной минуты. Это было шикарно. Помимо этого, что еще я хотел бы дополнить к своей оценке, это то, как вы преображаетесь. Вы стояли скромно, вы стоите скромно, но в этой песне вы были просто невероятны. И мне кажется, что сцена вас преобразила, и поэтому, конечно, звезда вам, Аня. Это было красиво. Спасибо огромное. Спасибо. И благодаря голосу Дениса Казанского в этом поединке, Ани Галстян со счетом 3-2 побеждают. При участии несравненной Юлии Паршукой.